Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видеоролике мы поговорим с вами о таком вот аксессуаре, который подойдет для вашего Xbox Series, но и не только для него. Но перед тем, как мы начнем, хотел бы объявить о розыгрыше, в котором вы сможете выиграть Cyberpunk 2077 на свой Xbox. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, ставь лайк на этот видос, подписывайся на канал, пиши в комментах «Хочу игру» и присылай скрин о проделанной работе в нашу группу ВКонтакте, на которую также нужно подписаться. Если что, подробности розыгрыша, как всегда, в закрепленном комментарии под видео, поэтому переходи и участвуй. Начнем с того, что мне команда Excite дала возможность попользоваться вот такой вот штучкой. Называется она Reasnow S1. За это им просто огромное спасибо, поскольку это не первый раз, когда они мне присылают аксессуары для консолей на обзор. И если что, на их сайте вы сможете найти не только данный аксессуар, но еще и насадки на стики, доминаторы, эллиминаторы и прочие вещи для ваших консолей. И ссылку на их магазин я оставлю, как всегда, в описании. Признаться, я уже видел различный обзор на эту штуковину, но мне в этот раз захотелось лично ее попробовать и понять, что и как работает. Если что, при помощи данной штучки вы сможете играть в абсолютно любой игре при помощи клавиатуры и мыши, но также при помощи нее подключать к вашей консоли абсолютно любой джойстик, руль и даже геймпад от другой консоли. Да, именно при помощи этой штучки вы можете, к примеру, к вашему Xbox подключить геймпад от PlayStation 5, а к PlayStation 5 вы сможете подключить геймпад от Xbox. Но в данном видеоролике я хотел бы, наверное, больше внимания уделить все-таки клавиатуре и мыши, поскольку вы не представляете, сколько много людей на постоянной основе спрашивают, а не поддерживает ли там та или на игра как раз-таки клавиатуру и мышь. Многие могут спросить, а разве без этой штучки нельзя играть на клавиатуре и мыши? Ты ведь недавно видос об этом снимал. Можно, но не во всех играх, далеко не во всех играх. Но при помощи данного аксессуара вы сможете играть даже там, где нет официальной поддержки клавиатуры и мыши. И все это из-за того, что данная штука, по сути, просто эмулирует ваш геймпад. Также многие могут спросить, мол, а зачем играть на клавиатуре и мыши, когда все-таки ты купил консоль, геймпад, но вы, опять же, не представляете, сколько людей не могут просто играть на геймпаде, и кому-то все-таки удобнее играть на клаву мыши, и, собственно, наверное, для них и придумали данную штучку. Как его правильно настроить перед включением вы сможете узнать на канале Excite. Я оставлю ссылочку также в описании, там прям подробно все рассказано и показано. В этом видосе я покажу, как это работает, протестирую, ну и, собственно, сделаю некий вывод того о данном устройстве. Для того, чтобы эта штука начала работать, вам нужно будет скачать обновление при помощи своего ПК и подключить все нужные аксессуары, а именно клавиатуру, мышь и, собственно, геймпад, и все это подключить к консоли. Вот так, в принципе, вся система выглядит со стороны клавиатуры, мышь и, собственно, геймпад, и все это подключено к консоли. Кстати, задержка ввода тут шустрая, всего лишь одну миллисекунду, и это радует. Также данный аксессуар, он подойдет ко многим консолям, к Xbox 360, к Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5 и даже к Nintendo Switch. После включения всей этой системы вы можете зайти в любую игру, там, в батлу, в киберпанк, в радугу, да вообще в абсолютно любую, и начать играть именно при помощи клавиатуры и мыши. Но прежде чем это сделать, я вам рекомендую скачать специальное приложение, где вы можете настроить управление, ну а также чувствительность. Это, кстати, очень удобно и очень радует, что приложение полностью на русском языке. Если вдруг у вас что-то там не получилось настроить или вы что-то не поняли, вы всегда можете обратиться в техподдержку и к сайту, где вам помогут и расскажут, что и как сделать. В поддержке у них работают реально отзывчивые ребята, поэтому они без проблем вам помогут. Для того, чтобы понять, насколько хорошо работает эта штука, я решил поиграть в батлу, в радугу, в дивизию, в киберпанк, короче, в те игры, в которых нет официальной поддержки клавиатуры и мыши, и знаете, я не заметил каких-либо косяков. Да, сори, что я на геймплее не могу вам показать истинный скилл клавы мыши, я просто консольщик, всегда играю на геймпаде, и играть как раз-таки на клаву мыши мне не очень привычно. Поэтому я еще раз сорян, что я такой нубяра. В целом, вся эта система работает шустро, и по ощущению, я никогда бы не сказал, что я играю через какую-то штуковину. Самое главное, это настроить ее под свои параметры, чтобы вам было комфортно. И тогда у вас, в принципе, будет ощущение, что вы играете будто на ПК. Но это, в принципе, еще не все, на что способна данная штуковина. Она еще умеет создавать макросы. Они, на самом деле, до сих пор вызывают споры, поскольку кто-то говорит читы, кто-то говорит не читы, банят не банят. Но скажу по факту, если что, читы, они видоизменяют файлы, а макросы, они, по сути, просто автоматизируют нажатию кнопок. Короче, они делают то, что способен сделать любой человек, но более автоматически. И самое главное, баны за них не дают, поскольку нереально отличить человека, который использует макросы, от человека, который просто хорошо играет. В любом случае, напишите в комментариях свое отношение к ним. Я же ими не пользуюсь, поскольку я и так нормально играю, и у меня, в принципе, хватает даже обычного геймпада. Если что, макросы включаются также через приложение. Очень гибко настраиваются. Имеют реально большой функционал, поскольку можно все это комбинировать, настраивать на каждое оружие. Несмотря на то, что в приложении все интуитивно и понятно, для первого раза я вам настоятельно рекомендую посмотреть гайды на канале XSite, как создавать эти макросы. Поскольку на первый взгляд это может показаться немножко муторно. Но когда вы поймете, как это все настраивать, включать, выключать, в принципе, ничего сложного там нет. Данные макросы можно настроить как угодно и для чего угодно. И многим игрокам они, в принципе, упростят управление и даже помогут в каких-нибудь онлайн баталиях. Но самое главное, знайте, если вы вдруг нуб, то, наверное, никакой макрос вам не поможет. Увы. Просто повторяюсь, макрос, он лишь упрощает некие движения. Я, как вы знаете, консольщик, играя все время на геймпаде, но играя при помощи клавиатуры и мыши, при помощи макросов, я не могу сказать, что я стал играть лучше, но при помощи них мне стало чуть проще. К примеру, макрос на отсутствие отдачи поможет вам играть без нее. Отдача, в принципе, не пропадет, просто эта штука все сделает за вас. Если это все очень точечно настроить, вы офигеете от результата. Вот, в принципе, это пример данного макроса. Вот так было, вот так вот стало. Ну, согласитесь, разница жесткая. Также, к примеру, макрос, который делает из вашего полуавтоматического оружия автоматическое. Просто тот самый макрос вместо вас нажимает на кнопку множество раз, за счет чего и создается такой эффект. И, в принципе, на экране вы видите наглядный пример. Опять же, разница весомая. Пользоваться всем этим или нет, каждый для себя решает сам. Но, так или иначе, в онлайне они применяются, макросы существуют, и от них мы, по сути, не убежим. Но самое главное, что мы никогда не сможем доказать, что кто-то использует макросы, ну а кто-то нет. И то, на мой взгляд, лучше все-таки в играх иметь хороший коннект, поскольку если в той же гире у вас плохой коннект, то вам, в принципе, никакой макрос не поможет. Если же говорить в общем о данной штуковине, то она многофункциональная. И тем, кто хочет играть в абсолютно любой игре при помощи клавитории мыши, или тем, кто хочет подключить к консоли другой геймпад, эта штучка будет кстати. Ибо, повторюсь, при помощи нее вы сможете играть при помощи клавитории мыши в любой игре и подключать к консолям другие геймпады. Что касаемо макросов, то кому-то они помогут играть лучше, чем они играли, ну а кому-то просто упростят некоторые элементы управления. В общем, пользуются этим или нет, каждый решает сам. На этом, в принципе, все. Вот такой вот обзор. Напишите свое мнение о данной штуковине, потому что мало ли кто-то уже пользуется. И если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok